Значит, холодная война, понятие пытаемся сформулировать. Я характеризую нынешнюю ситуацию у нас в стране. Так, ситуацию холодной гражданской войны, насколько я справедлив, и насколько я не справедлив, это и предстоит нам сегодня выяснить. Методом разумяется обсуждение. Нам ясно, что такое примерно война, чем она отличается от мира. Мы знаем, что такое гражданская война. С одной стороны, с другой стороны, мы знаем, что такое холодная война. Потому что эталонной и холодной войной является противостояние между советским и западным миром, недавно прошедшее и закончившееся вроде бы поражением советского, то есть, статистического лаберя. Вот именно что лаберя, да. Вот, она закончилась. Теперь осталось осмотреть себе, что такое является холодная гражданская война. Бывает ли такая ситуация, или не бывает такой ситуации? Вот, значит, и почему я говорю, что я предлагаю здесь сделать, когда говорим о гражданской войне? Ну, в первую очередь, предлагается обсуждать такой вопрос, как общественный договор. Ну, в самом деле, социальный мир можно понимать, как ситуацию, когда все стороны выполняют некие общественные договоры. Не обязательно прописаны документы какие-то, но вот он есть. Путинской стабильности недавно считалось, что общественный договор состоит. Экономические свободы и независимость в обмен на политические несвободы. То есть общество, общество, это нигде не написано, но это как бы предполагалось. Ну, вот кажется, или я не прав? Ну, ладно. Что когда у тебя есть, государство, власть обеспечивает высокий уровень жизни, постоянно растущий, что у нас происходило. А за это весь народ, общество не лезет в его властные дела. Он занимается спецификацией выборов, своими играми, чем-либо еще. Чем-то он занимается, но оно не лезет. Вот такая же погода была, такая же общественная договор, я полагаю, была и в Сингапове. Когда у тебя есть, по большому счету, диктатор, он обеспечивает высочайшие уровни экономического роста и жизни, но при этом полное отсутствие каких-либо политических свобод. Как что-то не так, сразу к тебе прибегают люди, бьют палками по кляткам. Кричный. Вот, и так далее. Этого очень много можно таких примеров найти. Я, то, что вы меня тогда обратили мое внимание на общественном договоре, я это сейчас пытаюсь применить. Общественное, вот именно, что речь идет об общественном договоре. А в Сингапуре это Юг был какой-то? Да, Юг, он сейчас есть. Нет, просто там, Лидия. Юг, Кван. Юг, Кван, Кван. Он сейчас есть, просто, по сути, у них нет официальной монархии, но монархия, по сути. Он передал правление собственному сыну, а сам при нем, как так, в должности он называется, то ли министр-советник, то ли министр-наблюдатель. При этом он старенький уже, по большому счету. Вот, при нем состоит политическая партия, запрещенная. Свобода перед прессой отсутствует. Если у кого-то, если у женщинам, которые не имеют высшего образования, предлагается стерилизация, то, чтобы они не имели возможности иметь детей. Ну, то есть такая, если у кого-то больше двух детей, полицейский каждый вечером звонит тебе, обзванивает и говорит, пожалуйста, сегодня ночью не забудьте воспользоваться контрацептивом. Ну, сейчас этого уже нету, поскольку Юга уже находится, что называется, на почетной пенсии. Ну, тем не менее, вот, нет, пожалуйста. И вот полицейский всем, у кого больше двух детей, вот так вечером звонят, это их служебные обязанности всевозможные. Что, какое-то правонарушение, бьются рожи об очень больное по пяткам, палками. Тут же идет нарушение. Смертная казнь. За любую дозу, за любое хранение дозы наркотиков и лоз, смертная казнь. И так далее. При этом это одна из самых развитых стран мира. Там 60, что-то, порядка 60 тысяч долларов в США на душно-силение. Это было бы, может быть, не очень удивительно, потому что это выше, чем США на самом деле. Но дело в том, что она, это вот такой маленький оазис вокруг всеобщей нищеты. Потому что рядом страны находятся где и 4, и 5, и 10, и так далее. То есть очень бедные страны, и она бы не гораздо это делала. И местный народ, он, я говорю, что это ситуация общественного договора. То есть местный народ с этим делом вполне мерится. Он мерится со всем этим ужасом и кошмаром, да? Ну, сам понимаешь, да? Когда у тебя, это же настоящий фашизм, когда у тебя женщин, у которых нет высшего образования, искусственно стерилизуют. Понимаешь? Предлагает или нет? Предлагается за родоплату, да. Можно отказаться? Ну, да, там многое. Можно продаться, отказаться, да. Но очень сложно. Да. Это то предложение, от которого очень сложно отказаться. И так далее. Вот это такое замечательное общество было. Такое вот построенное. При этом высочайший уровень жизни, метро, где нету водителей, то есть не машинистов, не машинистов, да, метро. Полностью автоматическое и так далее, и так далее. И это все на фоне окружающего вот этого самого. Это вот ситуация общественного договора. Тот, который был очень похож на нашу ситуацию общественного договора. При первых двух сроках Кутина. То есть когда оказывается высокий уровень жизни, предлагается людям, достаточно, ну, по российским меркам, цену 90 лет, он постоянно растет. Но ты при этом отказываешься от всевозможных мотополитических свобод. Это была ситуация общественного договора. Оно где угодно оно могло быть. Оно могло быть основано на рабстве даже. И в ситуации, когда у тебя отъявство не рабство, но это общественный договор это позволяет, это тоже ситуация возможна. Но гораздо интереснее, почему мы говорим сегодня, а мы говорим о холодной гражданской войне, пытаемся анализировать его понятия. О холодной гражданской войне. Когда у тебя по каким-то причинам этот общественный договор перестает работать. Если действительно подход мой правильный, и все ситуации, что общество переходит в ситуацию холодной гражданской войны, тогда, когда какая-то из сторон нарушает общественный договор. Ясно, что при немцах, когда они оккупировали часть России, речь не шла об общественном договоре, это просто оккупация. Людей просто заставляли чего-то там делать. А тогда у тебя есть некоторая ситуация, которая основана на негласных договоренностях, не прописанных никак в законе, но негласных договоренностях, таких, каких было у нас при первом и второй сроке Путина, про негласных. И вдруг эти договоренности каким-то образом нарушаются, после этого общество переходит в такую вот ситуацию холодной гражданской войны. Вот, и давайте я сделаю тут свою свою паузу. Насколько... Может, просто общество ропчит, а не холодная гражданская? Тихонько ропчит. Чуть-чуть не довольны. Может быть, может. Что, если не продолжать расти? Да, но это вот... Это люди так пытаются тоже это представить. Но вот вы обратите внимание, почему вот я говорю каким-то примером. Я полагаю, ситуация холодной гражданской войны в России. Примерно после отмены хипостного плавана вошла. Дважды переходила в горячую стадию. В 1905-1907 годах положительная гражданская война в стране появляется. И второе, это 17-е и 20-е. И кончилось, в общем, очередными проблемами для страны, которые произошли. Но ей пришли период именно холодной гражданской войны. Вот так не бывает, что у тебя хопа так, гражданская война, а перед этим ничего. То есть вот это проблема. Тем не менее, до 1961 года общество находилось в рамках некоторого равновесия. То есть вот это был мир, основанный на общественном договоре каком-то. Хотя половину народу было у тебя рабами. И непонятно, что здесь лучше. В аналогичной ситуации, то есть в приблизительно к 1961 году, произошла гражданская война в США. Самая кровопролитная война в истории Америки. Кто-то говорит 600 тысяч погибло, кто-то миллион человек в нее там. Вот это значит такая у нас война возникла. Но она произошла быстро. Хоп. И после этого Америка быстро развивалась. Потому что у нас как раз была проблема не в том, что она была загнута, загнали ее под ковер, спрятали. И после того, как у нас все это дело, она по большому счету закончилась, то есть в году 1922-1924. То есть она была в долгий период нестабильности. И кто не знает, что лучше. Может быть, один из способов борьбы с подобного рода проявлениями, это быстро переводить холодную гражданскую войну в ситуацию горячую, горячую стадию. Быстро проходить, как прошла Америка. И после этого... Это со стороны человека, сидящего за монитором. Да. Я понимаю, что мой определенного рода цинизм. Определенного рода цинизм не складывается. Нет, ну просто даже не в цинизме, а в реальной жизни. Какая сила может это осуществить? Какая должна быть внешняя сила, которая манипулируется по нас просто? Ну я не знаю. Это установка элит, в первую очередь. Что есть? Установка элит. Установка элит. Ну или это же в случае Гражданская Горячая Война. Они же поменяются. Ну не всегда. Не, ну почему надо людей-то уничтожать? Егодировать невозможно, что конкретная ситуация может разрешиться к этому миру будем. Ну может быть. Может быть. Надо переводить Горячую стадию. Нет, быть может. Я говорю, одна... Иной способом решить. Что же ты не взял? Одна из гипотез, которая существует, что, быть может, что краткосрочная и корпоративная война гораздо лучше, чем у худойных. Война же несет перемены, это гражданская война. Так эти перемены, Влад говорит, можно попытаться реализовать так. То есть верхи могут просто отступить, если это действительно гражданская война холодная, то надо просто отступить и все. Не надо переводить ее. По-моему, таких предметов в России не было, чтобы какая-то элита добром отступила со своих позиций, так не бывает. Вот один человек, какой-нибудь выдающийся типа вот этого сингапурского диктатора, он может уйти на покой, но элита как группа никогда. Вот еще я хочу обратить внимание, что ситуация… Вот в Российской империи же была ситуация, что отречение Николая Второго… Ну да, но оно было вынуждено, но это отречение… Приветствовали, в том числе и великие князья. Они, правда, за это поплатились, но… Ну почему? Значит, было согласие. Ведь он же не просто так взял, вот, Николая Александровича взял и отказался. Значит, было согласие. Поэтому я считаю, что примеров в истории было как тех, так и других, так и третьих. Нет, ну, с отречением пример плохой, потому что последний император отрекся юридически некорректным образом. И это породило раскол в клане Романовых, во-первых, а во-вторых, как бы просто, ну, в элите, что называется, совершенно не шуточной. Так что, было ли это правильным, не знаю. Элита ведь не отказалась от своих позиций. Просто произошел в ней раскол. Что только увеличило сумятицу, и в этой, как бы, сумятице всплыли наверх известно кто. И удержались у власти. Что было практически невероятно. Никто в это не верил. Я хочу еще обратить внимание, что ситуацию с нарушением общественного договора совершил этот КМС, надо отличать от раскола элиты, так называемого, да? Потому что расколы лиц далеко не всегда... Ну, это некоторая тоже борьба, но она не приводит к ситуации холодной войны гражданской. И горячей она не приводит. Ну, например, какой... Ну, вот, например, вот сейчас у нас есть определенного рода раскол элиты, я считаю. Но расколы лиц состоит в том, что самая верхушка, она не может управлять по-старому, то есть на при помощи системы управлений, основанных на кормлении. Когда чиновник забирает большую часть денег, которое к нему сверху спускается. Потому что очень часто, проходя через два-три таких этапа, оказывается так, что эти деньги вообще получать или отрицать, они не доходят. Да это даже не проблема. Проблема в том, что верхушка перестает способный осуществлять какие-то проекты, более-менее масштабные. Да, вполне, собственно. Пример Олимпиады. Там разворовываются деньги в таких масштабах, что сколько их туда не заливай, их не хватает все равно на организацию. Вот, как раз я считаю, что этот Олимпиад это как раз нормальный пример. Потому что вот они заливают большое количество денег, они там на каждом этапе от них чего-то отваливается, и после этого проект и осуществляется. Бывает хуже, когда ты деньги туда заливаешь, заливаешь, а до конца никакого-то вообще ничего не осуществляется. Как осуществляется? Там эти черповели набережные смывают штормом просто-напросто. Ну и что? Ну и что? Построят новую. Это еще нормально, это нормально. Это еще все это очень неплохо, когда просто почему-то саботируются какие-то вещи. То есть смотрите, вот у них же тоже был своего рода в раннем Путине общественный договор, да? Он состоит, мы позволяем вам обогащаться за счет того, что вы демонстрируете всяческий образом лояльности. Это был тоже результат, разумеется, общественный договор. Но он снова был на том железном принципе, что вассал моего вассала, а не мой вассал. Это означает, что я как министр управляю своими заместителями начальников отдела, а чиновниками более низкого уровня я не управляю. Ни в коем случае. То есть на каждом этапе, когда шли какие-то деньги, каждый чиновник выполнял в зависимости от того, сколько он на этом деле может накормиться. Теперь получилось следующим образом. Берусь совершенно наглым образом, многих людей пытаются посадить или напугать. Ну, например, вот наш в общественном транспорте известный премьер, который был. Руководство комитета по транспорту в лице заместителей воровало просто деньги с карточек. То есть выпускались фиксированные вот эти карточки социальные, они продавались, то есть пополнялись за какие-то деньги. А эти деньги шли в карман определенного рода физические лица, не имеющие никакого отношения к этому, к собственному процессу перевозки. Вот просто это происходило. И то, что вот сейчас с ними возникла эта ситуация, что их посадили в тюрьму, по-моему, с точки зрения элиты, эта ситуация просто вопиющая. Ну, представьте себе, что человек продавал своих хипостных в 30-е годы, в 19-е веке. И вдруг ему сказали, да ты же уголовник, людьми торговать нельзя. Да что же за ужас-то такой. Я ему, мой дед торговал, мой прадед торговал, я торговал, все торговали. У нас, у меня же, как правило, игры менять задним числом. Ну, эта ситуация, она имеет отношение, я просто пытаюсь ее различить из ситуации гражданской войны. Когда у тебя есть раскол элит, с одной стороны, а с другой стороны, эта ситуация принципиально отличается от ситуации, когда у тебя есть, входят в движение какие-то более активные общественные группы. Вот перестройка, между прочим, это чисто кажется мне, чисто внутриэлитным процессом. Почему перестройка, да? Ну, кстати, согласен. Да, это чисто... Там третих сил-то не было, третих сил, которым выгодно разговаривать. Да были, конечно, конечно были. Но они всегда есть. Они всегда есть. Любые проблемы, враги России, внутренние проблемы, просто обязанности, они более-менее грамотные люди, используют себя во благо. Ну, это ясно, но не являют след. А там была ситуация, что такое перестройка, по сути. Это когда вот эта самая верхушка осознает необходимость реформ со стороны общества, но вместо того, чтобы их начинать выполнять эти реформы, она начинает изображать их симуляцией. Поэтому царствование Медведева, краткосрочное, тоже было очень похоже на эту ситуацию перестройки. То есть вместо реальной модернизации, допустим, начиная с разговора о модернизации и островках во всяких вот таких вещах. Но это внутриэлитный процесс. И когда у тебя есть неопределенного рода запрос, ну вот... Ну, вообще, современное общество, в принципе, симуляционно, на самом деле. Делаем даже не только в нашем обществе. Даже вот война там, дьет где-нибудь, и даже там. Да, но я хочу обратить внимание, что после этого-то, после собственной перестройки, нашей Садуковой период, пошли уже реальные реформы. То есть она от разговоров-то... Та верхушка, которая занималась симулированием реформ, она была скинута. И появились люди, которые коряво как-то что-то были вынуждены делать там. Схваливая это на Гайдара, на Чубайса, еще кого-то. Ну, какие-то вот вещи реально страна за несколько лет изменилась, в принципе. Согласитесь? Так не, ну так тоже не совсем серьезно говорить. В перестройку реально произошли изменения. Реальные изменения произошли. Зачем вы так говорите? Ну, это не... Ну, какие, подожди, а какие... Нет, ну так перебивать будем просто. Нет, это можно, это можно. Я просто сам не знаю, вот я просто скинул эту тему гражданской войны, я про ней ничего не знаю, поэтому я про вашего совета... Мне кажется, там самая-то главная проблема, что стороны друг друга слушать не хотят, и каждая сторона имеет свою правоту какую-то. В принципе, ну, каждая сторона говорит о чем-то, что имеет место. Но слушать друг друга не хотят, и поэтому не могут договориться. Потому что всякий раз, когда какая-нибудь прохитенная сторона, там, либералы, например, демократы что-то говорят в власти, да, то со стороны власти, как бы, это всегда возникает обвинение, что вот они там наймиты Запада, там, проплачены и прочее. Они не слушают, что говорят люди, понимаешь, они просто сразу обвиняют. И наоборот, соответственно. Когда власть что-то делает, тут же сразу обвиняют. Я хочу сказать нечто прямо противоположное. Я хочу сказать, что на упражнении с 2000-го по 2008-го ситуация можно было назвать ситуацией гражданского мира. То есть ситуация тогда, когда каждый из сторон молчаливо выполнял собственно договоренности и обязательства по отношению друг к другу. Я просто немножко в другом ключе вообще всю эту ситуацию вижу. Я вижу так, что в связи с этим экономическим кризисом мировым, вообще мы как бы в начале перестройки построились уже за штатами, взяли эту модель на вооружение, полностью копируем. И сейчас, собственно, единственный выход из кризиса, который видится и для США, и для России, которая к ним пристроилась, это постепенный ввод элементов государственного регулирования. Насколько это потребуется для того, чтобы справиться. Или так и остаться в этой фазе, вяло текущего кризиса, или как-то его преодолеть. Ну, вот ты говоришь о экономическом кризисе. Это немножко другое очень... Вот я думаю, что политика Путина именно в связи с этим изменилась. Сустава вот такой же, что политическая свобода наступает на мир, оно не будет каким-то вот уделом только России. Это будет уделом и всего западного мира, как бы в этом смысле. Просто, когда экономическая политика меняется, естественно, и в настройке происходят изменения. Будет вводиться госрегулирование, и либералы будут потихоньку задвигать везде. Ну, нету, я как раз думаю, что нету противоположностей между государственниками и либералами, а есть и другие противоположности. Слушай, так, а твой вопрос в чем? Вот я просто никак не могу его ухватить. Да, вот это интересно. Вопрос в том, что адекватно ли текущему состоянию нашего общества вот это выражение холодной гражданской войны? У тебя социальный мир, он общественным договором контролируется? Это Булат с Валей говорили неделю три назад. Ну, это те минус сот, значит. Общественным договором, или как-то еще. Если общественным договором, то ситуацию, когда общество переходит в ситуацию гражданской войны, холодной, то это тогда, когда у тебя этот общественный договор выполняется. Этот общественный договор может быть самый юридический, звездкий и самый отвратительный, какой он существует. Вот, например, я вам замечательную мечту Юлии Латыниной описал, эту диктатуру в Сингапуре. Согласитесь, что штука омерзительная. Ну, со всеми этими звонками, а не забудьте воспользоваться презервативом и всем прочим. Со всем этим, с битьем по пяткам, с запретом политических партий и стерилизацией женщин. Это вот, это, согласитесь, что она отвратительная штука. Но, тем не менее, она в рамках некого общественного договора, она укладывалась. Китайцы, в основном там китайцы, а не Малаксы, они с этим делом вполне мерились. И у нас год с 2008-го, похоже, была аналогичная ситуация. Но когда страх стабильности очень быстро затонул, а за год, помните, упал по 17%. Это один из самых высоких падений в мире, можно сказать, экономического кризиса. И на это власть могла только действовать тем, что начало стимулировать реформы, миллерийские так называют, и приготовлять им симуляционную версию. То, в конце концов, произошла вот такая вещь, где-то с 11-го, начало 12-го года общество плавно вошло в ситуацию холодной гражданской войны. Хотя я, может быть, не прав, что я так описываю ситуацию. То есть это достаточно тяжелая ситуация, когда у тебя в стране, по сути, несмотря на мир и дружбу, у тебя идет война холодная. Но именно война, потому что люди не могут договориться, нет общего основания, нет. И люди говорят на разных языках. Да, они не могут прийти к ситуации на обществе договора. Было-то здесь о согласии. А так оказывается, что на сегодняшний мир нет возможности прийти к ситуации на обществе договора на каких-либо основаниях. Можно я вопрос? Да. Вот, честно говоря, там холодная гражданская война или война гражданская, я, честно говоря, такими терминами как бы не оперирую. Я не понимаю, о чем ведется разговор. То есть зачем вообще в нормальное, так сказать, ну как обычное развитие общества вводить этот термин «война». То есть если войной, мы понимаем, что явная война. Да. То есть что вы, вот я привык более там, ну имеется вид там революционное развитие. Потом какие-то там, если убыстрение произошло, говорят, революционное развитие. Но холодная война же была такой, не был же такой. Нет. Тут я понимаю так, что лектор говорит о внутри страны. Допустим, речь идет о Российской Федерации. Да. Была же, была между двумя странами, между двумя системами была же… Зачем водить этот термин? Холодная война была. Холодная война была. Нет. Зачем внутри страны водить? Нет. Я понимаю. Вот вопрос. У меня есть гипотеза некоторая. Почему Игорь так делает? А именно. Кто это? Джин Лок говорил, да, о том, что естественное состояние человека – это война всех против всех. Только не Лок, а Гоббс. Гоббс? Да. Очень может быть. В общем, кто-то из этих замечательных англичан. И идея у него состояла в чем? Да, что субъективные интересы людей, и даже если люди сплачиваются в какие-то социальные группы, то интересы этих групп между собой конфликтуют. И естественным образом у людей нет механизма регулирования этих конфликтов. Найден выход, сколько-то там тысяч лет назад, очень простой и понятный. Создается государство. То есть некоторая институция, которой доверяется насилие над всеми социальными группами. Но цель этой институции не просто осуществлять насилие, то есть ей все насилие туда делегировали, и все насилие там оказалось. Чтобы прекратить войну всех со всеми. Но не только это. Задача государства – поддерживать определенные правила игры. Потом, действительно, Руссо это начал называть общественным договором. Но идея, кажется, все та же самая. Задача государства – задавать некоторые рамки, которые людям известны и понятны. И в этих рамках вот происходит вся игра. Это вопрос о наименьшем зле. Государство Гоббс так и называет. Ну, как бы то ни было. Я просто к чему говорю. Если только у государства ослабевает его функция поддерживания рамок правил игры для своих подданных, как вроде бы происходит у нас, в нашей стране. Государство ослабевает. Правила игры – их просто нет единых для всех. Просто-напросто. Их нет. Возникает то, что вот это напряжение в обществе, когда еще нет, конечно, стрельбы между людьми. Хотя и стрельба тоже есть. Но вот некоторое напряжение именно в обществе слоями. Ну, подождите. Простой пример. Все опросы показывают, что полиции не доверяют вообще ни в какой степени 80% людей. 80% не доверяют полиции. Судам – та же самая Петрушка. Это что означает? Это означает, что люди массово, массово не верят в правила игры, которые им предложены. И еще чуть-чуть, если еще вот пошатнется это благополучие, начнется самая простая гражданская война безо всякого толка и смысла опроса за выживание. Можно маленькую реманку? Вообще в России традиционно к общественному договору население относятся скептически и его игнорируют. Это вообще наша традиция во все время, начиная с монарха. Что? Традиционно относятся к общественному договору скептически и его игнорируют. Особенно наши интеллигенции. Это во все времена его свойства. А я вижу прямо противоположной точки зрения, что как раз у нас в России общественный договор не обещайно важен и значим. Да, то, что по понятиям называется. Да, то, что называется по понятиям. Потому что вот то, что говорит Игорь, он считает государство как бы… По понятиям это уже не общественное договор. Это и есть общественное договор. То есть нам не нужно полиции, нам не нужно… Закон – это другое. Я как раз это и хотел сказать, что к полиции, к судам, ко всему этому… Закон – это традиция такая. Ну, может так перефразировать, как… Просто у нас общественный договор написан. У нас данник. Ну, так это не общественный договор. Это и есть общественный договор. Это и есть общественный договор. Это и по-другому назвать. Нет, это и есть общественный договор. Я вот как раз имею в этом смысле не то, что есть некоторая ситуация, в которой делегируется эта вещь. То она у нас делегируется все права насилия. На самом деле, у нас просто страна православная, у нас все над законом. У нас все живут вне закона и над законом. Есть и ситуация тогда, когда люди договариваются между другом, ну, например, общественный договор, нельзя выбрасывать мусор человеку на балкон. Ну, понятно, да? Для русских вот такие вот неприсимые договоренности, они важны. Какое к этому делу имеет отношение государство? Да никакого. Это внутренние общественные договоренности. Оно никакого не имеет. Вот. Это вот твой общественный договор, что нельзя выбрасывать мусор на балкон, что надо более-менее уступать женщинам дорогу в метро. И у нас, вот общественный договор, он состоит в том, что мы ездим все по одной стороне улицы, да, то есть кто-то, у кого-то левостороннего, у кого-то правостороннего. У нас правостороннее движение, да? Правостороннее называется наш? Право. Право, да. С правой стороны. Вот правостороннее движение. Оно написано в правилах ПДД. Но это то, что ситуация общественного договора некоторого, оно уже к задним честному конституировали. Вот. У нас же совершенно ясно и понятно, что адвокат – это человек, через которого судье дается взятка. Ну, понятно же, да? Но если это вам понятно, почему, если вы считаете так, то должны считать все так, и везде так происходит. Зачем так обобществовать? Ну вот ситуация общественного договора, вот она такова. Вот точно так же. Мы не суемся в вашу властную кухню, а вы за это нам позволяете расти, пахнуть и заниматься потребительскими безумиями. Я бы, на самом деле, здесь немножко углубился в историю. Дело в том, что вот у нас здесь незапамятных времен есть два направления, да, в общественной жизни. Это славянофильство и западничество. И все-таки вот тот раскол, который в обществе есть, на самом деле во многом объясняется этим. У нас есть одно направление, которое стремится как-то искренне опираться на то, что у нас в России как-то и свой уклад, а там свои традиции, как бы своя история и прочее. И есть другое направление западническое, которое считает, что прогресс для всех обществ, для всех государств один и тот же, да, на единой линии. И что наше государство, оно точно так же, как и все государства, должно пройти все этапы и должно оказаться там, где оказалась сейчас Европа и Америка. И вот, как бы, конфликт состоит в том, что одни говорят, что у нас особый путь какой-то свой, русский, а другие говорят, что нет, у нас путь общий, европейский. И вот эта несогласованность у нас незапамятных времен существует. И, возможно, просто она проявляется иначе, в современных условиях. Но, мне кажется, раскол именно вот здесь проходит. И они друг друга услышать не хотят, славянофилы и западники никак не хотят услышать. Как они не могли услышать раньше, там, не знаю, там, 18-19 веки, так и сейчас. И, может быть, можно так вот дальше углубиться, потому что иначе все превратится просто в какую-то политическую кухню, что-то там не поделили. Не в этом вопросе. Это фундаментально, мне кажется. Вот это сама ситуация, сомневистично договорились, да, Вальше, у нас есть ситуация общественного договора. То вот ситуацию войны гражданской можно понять, когда две стороны не в состоянии выполнять, ну, то есть, общественный договор не соблюдается, и нет никого на общественном договоре. Это ситуация гражданской войны. Вот так можно говорить, и гражданская война что-то другое. А разве раньше не было у нас такой войны гражданской? Была, да. Ну, зачем свою войну вообще употреблять? Вот ответьте мне, ну что? Ну, вообще, Игорь, вот как бы вот, если развить... А что она еще? А что еще тогда это? Что тогда еще? Ну, гражданская война в России, это именно гражданская война. Некое противостояние. Да, только холодной стадии, да, на нас еще. Противостояние холодной, да. Ей предшествовало, на мой взгляд, может быть, я не прав, вот когда там несколько тысяч чиновников уничтожили, русская интеллигенция уничтожила, отключая императора Александра Второго, там, кого только она не проубивала. То есть эта ситуация была предшествующая к ситуации, которую тоже вполне можно было описывать как ситуации холодной гражданской войны. Нет, ну просто не получается так, что проблема-то не решается никакими революциями. Что-то есть какой-то раскол на Запад и Восток внутри общества. Он просто постоянно как-то пролонгируется, да, со временем, и все. И возникает в новых условиях. Ничего не решается, никакие революции переводятся. Вот это как ты это дело изложил, это по большому счету не раскол на Запад и Восток. Это как бы отношение идеала, некоторого западного, да, к этому форму идеала переводится западным, к некой нашей действительности. Нет, я-то имею в виду, что почему у нас угла в свой. Потому что фундаментально, я бы сказал, даже антологии разные. Антология коллективистского общества, да, общества, как основанного на обществе людей, и общество индивидуалистическое, да, атомизировано. Два разных оснований, две антологии. То есть раскол проходит не по линии политических каких-то перебываний, а по линии просто разного мировоззрения, то есть разного видения, как устроен мир. Я не знаю, есть же замечательные примеры, когда один тот же, одна и та же страна, один и тот же народ, оказываясь в двух разных государствах, то есть принципиально разными руководствами, получается нечто совершенно разное. Семеро-Нюжная Корея, например. Или тот же Сингапур. Сингапур, где чуть ли не 90% китайцев по сравнению с окрестом Китая или кто-либо еще. Или Гонконг и Макао, относительно Китая и так далее. Германия опять-таки. То есть везде никакой вот этой самостоятельности ее как бы не... Ну вот смотри, давай мы уже разберемся. Сейчас, может быть, это не очень понятно, но в прошлом как бы дух народа выражался в религии. И вообще наше общество разошлось с Европой по линии раскола между католичествами и православиями. Фундаментального раскола. И он никак примириться, примирен быть не может. Это дело там не каких-то догматических споров, а принципиально просто образное понимание и мира, и Бога, и всего. Мироощущения разные. Да, на мой взгляд, это вообще не существенно на настоящий момент. Потому что хоть им народы спрашивает, что они являются православными, нифига они православными не являются. У нас ярко выраженная... Нет, сейчас я говорю, сейчас в меньшей степени, конечно. Ярко выраженная теоретическая... Благодаря Советскому Союзу, конечно, это выраженно стало в меньшей степени. Но католицизм, он исключительно базируется на вот этой идеалистической философии. Я не знаю, я не уверен, что есть... Слушай, вот индивидуализм на Западе начался только после... Ренессанса. Ты понимаешь? А до того, это было такое коллективистское общество, мама не горюй. Ничем от этого, в этом смысле, от нас не отличалось. Я считаю, да. Я считаю, вообще не знаю, что у нас такое коллективистское общество, а у них не юристическое. Я бы сказал, что прямо наоборот. Нет, ну вот эти известные вещи, там, правилости, личное пространство, там, личные права, гражданский общество... Ну-ну-ну-ну-ну... Ну-ну-ну-ну... Это почему это активизм? Да, когда... Ну-ну-ну-ну-ну... Это же не наши термины, это к нам... Ну что? У нас никто не защищает какие-то личные права, личное пространство, правилости... Домострой как раз и утверждает, что все должны жить по каким-то узкосемейным принципам. Ну и что? Нет, вопрос же не об этом идет, вопрос идет от того, что у нас личное пространство, личная территория, личная жизнь частная и прочее. У нас вот эти ценности являются главными. Влад, еще раз. Они не были главными в Европе очень долго. Они родились в определенный момент. Они были подготовлены определенным образом. На мой взгляд, то, что Белковский называет «рогами», то есть русские образованные горожане, он ничем от этого, современного западного человека, не отличается. Ну ничем. Человек, конечно, имеет две руки и два глаза, дело же не в этом состоит. Нет, ну на ментальном уровне ничем не отличается, по сути. Ну просто вот он, несколько дикий, запшивящий. Нет, ну вот если взять Советский Союз, то согласитесь, что в Советском обществе как-то все-таки люди жили как-то более спочетно, как-то более теплые отношения у людей были там. Люди могли спокойно... Да блин. Почему? Не было такой разъединенности, разобщенности. Почему? Зэки относились... Это... Это... НКВД, что ли, сплошно? Зэки-то. Ну как при чем? А сколько зэков было в Советском Союзе на момент смерти Сталина? Может, можно, если непонятно, давайте запустимся еще ниже. Были... Ну даже... Морально-политическое единство населения в СССР очень высоко. Чуть спорить. Это я понимаю, там политические пристрастия личные улезают. Но если быть объективным, даже враги страны это признавать. Нет, я... Знаете, мне кажется, что как-то надо или конкретизировать какой-то вопрос, сузить это... Нет, там нет... Или мы говорим как-то... Мы просто говорим каждый что-то о своем и непонятно о чем. Нет, мы просто пытаемся вообще понять, есть гражданская война или... Да, я считаю, что вообще некорректно так говорить. Лучше не использовать, не вводить специально какие-то новые термины, такие, в рамках обычной хронологии. А я вот, Владимир, тебе возражу, вот мне кажется, что вот этот противоречий, который ты указал, оно, конечно, есть. Да. Но оно на данный момент скорее умозрительное, как бы. И оно как бы вот в интеллигенции, среде интеллигенции, там мыслящих людей, как-то имеет какое-то значение. А как бы, что касается, как бы, ну, не такое большое влияние оказывает на страну. А как бы вот процесс, который рулит, как мне кажется, это то, что наша элита, она уже достаточно плотно срослась со всей мировой элитой, как бы, и... Ситуация сложная, как бы кризис, вот этот вот, да, и... Как последнее. Какая-то, как, ну, это кухонные разговоры. Конечно же, кто-то кого-то не любит, там, да, вот, и, там, и ненавидит, там, и против друг друга люди как-то действуют. И что из этого-то? Так, кухонный разговор. Ну, не повезло нашему обществу, да, много нашлось людей друг друга ненавидящих. И все, что ли? Об этом проблема. Просто этот процесс сейчас не рулит, который ты говоришь. Не в России решается судьба России, как бы, вот так вот сказать. А если же так, как ты говоришь, что западники и славянофилы имеешь с собой разбираться, тогда еще в России вопрос решается. То есть я считаю, что реальность другая, как бы. Так давайте мы сузим разговор. Если действительно говорим о это, вот, что, вот как Булат предложил, что есть противостояние двух течений, да? Не двух групп. Нет, не течений. Или что ты имел в виду? Двух онтологий, это существенно. А? Люди ни при чем. Онтологии разные. Люди и по-разному смотрят на мир. Глазами разными смотрят на мир. Что значит онтология? Почему люди договориться не могут? Потому что у них, на самом деле, настолько различается мировоззрение, настолько представление о мире и о том, как устроено общество, и о том, каким оно должно быть, настолько различается, что их совместить невозможно. Они, как бы, как две онтологии, которые фундаментально просто различены, как бы, фундаментально не сводили друг к другу. Как две парадигмы, если так говорить языком, там, этого. Ну, так вы имели в виду западничество, ой, славянофильство и западничество, да? Это как два течения, да? Или что вы имели в виду? Я не уловил. Я бы имел в виду понимание мира через призму, как бы, коллективистского представления того, как устроено общество. Общество, как организм. И общество атомизированное на отдельно, составленное из индивидов, которые собираются, благодаря общественному договору, естественному праву. Ну, это две теории, ну, как-то, да? Вам нравится одна теория, мне нравится другая. Мы так говорим или нет? Я вот не могу. Ну, я только могу сказать, что само выражение «холодная гражданская война» мне представляется очень верным. Другое дело, что я, видимо, несколько иначе понимаю сам смысл общественного договора. Очень может быть, что мы тут расходимся. Но по существу мне представляется, что симптомы все к тому есть. Слово «война» в данном случае, мне кажется, здесь самым адекватным. Ну, вот просто, действительно, ну, надо смотреть правде в глаза. Напряженность – это не просто, что я, дескать, не очень сильно люблю соседа. Проблема в том, что все больше и больше люди начинают ненавидеть своих соседей по социуму и в другую прослойку. Проблема в этом. И то, что вот эта ненависть нарастает, по-моему, как раз обозначается этим словом «холодная война» достаточно четко. Вот. Чем она может разрешаться, как она оккупироваться, понятия не имею, честно скажу. Но корни, корни, мне кажется, этой напряженности как раз в том, что, действительно, общественный договор со стороны государства нарушен. Со стороны государства? Со стороны государства, я полагаю, он нарушен. Ну, эти реформы идут. Метиду баланс как-то сместился благодаря реформам. Какие реформы? Ну, что-то делает государство. Как возник, как возник это, как нарушилась равновесие? Нет, вот здесь это отдельный разговор, который, может быть, там слишком нельзя так затрагивать. Но здесь у меня представление следующее, что вот та система кормления, о которой говорил Игорь, это чистая правда. Именно так было устроено российское государство вот последние десяток-другой лет. Но практика показывает, что система эта крайне неэффективная. И сейчас неэффективность этой системы начинает просто вылезать все сильнее и сильнее. Из-за того, что она неэффективна, государство не справляется со своими функциями и невольно нарушает общественный договор. Не со зла, что называется. Путин не какой-то там негодяй, который хочет зла всем людям и поэтому нарушает договор. Нет. Просто вот у него ситуация выходит из-под контроля. А я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что всегда существует в обществе разногласий раскол, который с незапамятных времен можно обозначить как некое словнофильство и западничество. Только этот раскол временами позатухает, общество консолидируется в каком-то согласии, и временами опять возникает. Один и тот же раскол всегда. Так проблема-то не в этом, а проблема в том, что кто виноват в том, что сейчас происходит обострение. Но мы так или иначе, понятно, что можем пытаться выяснять, почему происходит обострение. Проблема такие расколы, с незапамятных временов и западничества вообще не стоит в настоящем году. Современные русские горожане, такие как мы с вами, такой же абсолютно нормальный европеец, как кроме чехов, я говорю, француз. Но это тебе кажется так. Почему? Мне только так кажется. Это чисто как... Игорь, даже если мы такие же, то дикое количество людей все-таки совершенно другие. Вот у меня коллега, извините, он профессор философии. Человек образованный, эрудированный и вполне современный. Но он с семьей едет в Швецию, гуляет там, значит, любуется красотами, природами и все такое прочее. Потом видит в городе мусорку для раздельного сбора мусора, что стекло, пластик и все такое прочее. И его начинает трясти, он впадает в истерику. И он даже сейчас, когда об этом рассказывают, он впадает в истерику. Он говорит, сволочи, придурки ненормальные. Вы посмотрите, что они делают. Они мусор сортируют. Вы понимаете, они сортируют, и его просто трясет. Он совершенно не мотивирует. Ну какая разница? Что случилось, что называется? Из-за чего сыр бог? Ну подумаешь, они сортируют, а мы не сортируем. Нет, у него истерика. И это показывает, что масса людей, она существенно другая. Ну это нюансы, это я считаю. Да нет, это как раз может быть нюансы. Но я-то считаю, что фундаментально в другом различии состоит. И я считаю вообще, что общество, в конце концов, из царизма перешло в нечто коллективистское общество, как СССР, это не просто так. Потому что у нас менталитет такой. Это что ты называешь крыльтизийским обществом? Я тоже не вижу. Советское государство? Да, советское государство. Ну что же ты, мама дорогая? Слушай, это просто удивительно. Я могу вам сказать, проводились психологические эксперименты над детьми нашими, суперako, где все эксперименты такие, поставленные на Западе, всегда давали один и тот же результат. Это человек там как действовали, там предлагали ребенку выбрать, да, некоторые решения, его обманывали и говорили, что вот другие выбрали индивидуалистическое решение. И ребенок, несмотря на то, что ему говорили, что весь коллектив выбрал индивидуалистическое решение, он выбирал коллективистическое решение. Как ему выбор надо было сделать между коллективистскими решениями, то есть чтобы выбор был сделан ради всех, в Shelley Marina или ради него одного. И наши дети выбирали всегда ради всех. Именно поэтому общество, просто дети, они как бы отражают то умонастроение, которое на самом деле в обществе витает. Потому что отдельные индивиды, взрослые могут по-разному понимать ситуацию. А дети, они впитывают именно то, как ситуация в воздухе висит, каков дух общества. И вот дети, все наши дети, в отличие от западных детей, они всегда выбирали коллективистское решение. Есть просто, можно ролик найти в интернете. Это просто удивительно, это вот то удивление, которое как бы, ну я не знаю, как можно поставить в вырос для современных детей, как это будут они делать. То есть нас воспитывали в неком коллективистическом духе. Мы считали, что благо коллектива важнее благо каждого отдельного человека. И даже в фильме, если вы вспомните, всегда такая, все фильмы наши советские, у меня всегда такая была дилемма. Либо тебе одному, так сказать, что-либо, либо ты пожертвуешь собой ради целого, ради общества. Это фильм, это понятно. Есть разница между идеологией и устройством государства. Должен сказать, что в случае Советского Союза эта разница тоже была. Я не хочу просто все сводить к какому-то устройству государства. Сударство может как угодно будет устроено. Это был индивидуалист, а не бюджетово. И даже каждый человек в какой-то степени был индивидуалистом. Влад говорит о том, что в большей степени там были коллективистские настроения, чем надо. Они и сейчас присутствуют. Фашистское государство было классическим бюрократическим государством. Я поэтому не про государство говорю, а про общество. Поэтому я и говорю про общество. Нет, я думаю, что если бы такие эксперименты провели в фашистской Германии, тоже было бы результаты, там, и большинство населения выбирало бы коллективное решение, а не индивидуальное. Факт состоит в том, что у нас все эти обсуждения о неком коллективизме, они же еще в царской России, славянофилы постоянно указывали на то, что наше общество, оно всегда вот, как это, может быть, не общество в городах, а вот крестьянские крестьяне жили в общинах. Да, это укладно. Это я видел, такие вот по-белгородскому люди построили большой агрохондинг под Белгородом. И видят, что что-то они с местными сильными отношениями складываются. И они заказали это обследование, психологическое, социологическое. И там был результат, что они на словах говорят, что мой сосед, который живет у меня в соседнем доме, абсолютно не важен, а так, на самом деле, его только мнение тебя и волнует, больше никакое. Ну, при помощи психологических тестов это узнали бы. Но это, на самом деле, ситуация того, скорее всего, сельского уклада. И у нас в Западе, когда человек живет, его волнует мнение соседа. Чего там говорить? Нету этого противоположности между коллективистским, так называемым, и едуалистическим. Нет, ну мне больше проблем. Мы, как бы, вроде философов, пытаемся обсуждать тему философскую. Вы пытаетесь все свести к разбуханным разговорам, что есть какие-то люди отдельные, которые друг друга ненавидят. Нет, нет, нет. Какое удивление, что такие люди существуют? Ну, существуют такие люди, и что из этого? А почему так получается, что люди не могут договориться? Объясните мне. Вот, я тебе сейчас рассказываю. Вот это вот противопоставление двух идей, которые ты обозначил как славянофильство и западничество, оно обусловлено, оно полностью проистекает от того уклада жизни основной массы людей. Там, где сельское население основное, там будет что-то типа славянофилов. Там, где основная масса городская, там будет то что-то вроде западников. И все, никаких высокодуховных, религиозных оснований для этого различия нет. Просто их нет. Нет, ну не интересно. Это показал опыт бесконечного количества страхов. Опыт показывает, что у нас в обществе, как вы говорите, есть холодная война. Люди договориться не могут, хотя люди... А это не про то. Нет, нет, подожди, хотя люди на самом деле склонны договариваться, ведь никто не хочет жить в конфликте. Мы договариваемся с соседом по лестничной площадке, договариваемся с людьми на улице, в транспорте и везде. Почему-то мы стремимся жить в мире, да? Да, а сейчас так не произошло. Да, и почему? И вы объясняете, это просто потому, что люди... Агрессия и религиозные. Агрессия и религиозные нарушили. Это все поверхностный разговор. Своей стороны общественного договора. Это поверхностный разговор. На самом деле, если фундаментально смотреть, мне кажется, что вот как раз то, что я... Я говорю, вы знаете, что фундаментально это различие между православием и католичеством? Нет, это просто пример этого различия. Точно так же, как и славянный афильский, западничество, это есть только пример этого различия. А на самом деле, изначально различие состоит в том, что вот есть некое коллективистское сознание, и люди, которые живут в коллективистском сознании, и есть и сознание индивидуалистическое, да, вот я вот такой хороший, главный, эгоистический, А все остальное мне наплевать, ведь весь мир рубнет. Главное, чтобы было мне хорошо. И вот эти два совершенно разных уклада, два совершенно разных сознания. И противопоставление вот этих людей, этих групп именно проходит по линии вот этого. То есть разного понимания мироощущения. Того, как устроено общество, как устроен мир. Именно поэтому они не могут договориться. Потому что у них единого основания нет. Ну ладно, все, да?